Ну вот, можете посмотреть, что у нас во дворе. Тут... Ой, сейчас, секунду! Посмотреть во дворе уж, тем более в доме, не смогла ни сама хозяйка жилья Татьяна Чернышух, ни наша съемочная. После проливных дождей придомовая территория превратилась в настоящую заводь. В этот раз мокрая гостья нанесла визит в три часа ночи, как начался ливень. Воду пытались откачать пятью машинами ГСТК. Утром дело продолжили еще две. По словам Татьяны, такая ситуация повторяется ежегодно. Вода сначала заполняет двор, затем квартиры, ну а потом... Ну а потом все по старой схеме. Снимаем линолеум, сдираем обои, сушим. Потом покупаем новые обои, а в новый линолеум стелим, клеим. Ну вот так. Семья Татьяны Чернышух временно живет на дачном участке. Соседи справляются как могут. Вот, например, жильцы третьей квартиры с трех часов ночи. Именно тогда вода просочилась из жилища, отсиживаются на чердаке. Но больше всего женщина переживает за жильцов квартиры номер два. И соседи жалко. Они-то вообще тут живут. Они вот спали. Они спали. Вчера, она говорит, вода пошла, когда... Я говорю, дочка, ну Вика, Вика, вода пошла. Она такая, мама, спим. До такой степени люди уже устали. И они спали. Их дом, говорит Татьяна, стал титаником после того, как рядом сначала построили многоэтажку, а затем и офисное здание. При закладывании фундаментов ландшафт приподняли. Тем самым деревянное строение оказалось в низине. В прошлом году дом по улице Больничная 6 городской администрации признали аварийным. А жильцов пообещали переселить. Только вот очередь на переезд в более добротное жилище слишком большая. На сегодняшний день еще продолжается переселение по данной программе тех граждан, которые стали на очередь до 2012 года включительно. Также в мэрии рассказали, что в этом доме все квартиры находятся в частной собственности. А значит, согласно закону, до реализации программы искать решение мокрой проблемы нужно самостоятельно.